Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Принцесса-лягушка». Итак, в давние времена в одной стране было у старика со старухой семеро детей, шесть дочерей, а самая младшая, седьмая, была лягушонком. Родители поместили ее в большой чан и смотрели за ней, как и за другими дочерьми. И лягушка научилась говорить по-человечески. Как-то раз король той страны устроил в своем дворце смотрины невест. Сын его, принц, уже достиг зрелого возраста, и пора было искать ему невесту. По обычаю, все девушки страны в течение двух дней приходили во дворец. Если какая-нибудь из них понравится принцу, он возьмет ее себе в жены. По всей стране ходили глашатые, били в гонг и объявляли, когда состоятся смотрины. И вот настал день, о котором кричали глашатые, и все девушки страны стали стекаться в королевский дворец. Шесть дочерей тоже приготовились идти на смотрины невест. Младшая сестра, лягушка, стала упрашивать их. «Сестрицы, можно и мне с вами». Но сестры и слушать ее не хотели. «Это ведь только опозорит нас», – возмутились они. «Если с нами будет сестра лягушка. Еще станут нас дразнить лягушачья семейка. Да и вообще не лягушачье это дело, на королевские смотрины ходить». Каждой из сестер, конечно, очень хотелось, чтобы принц выбрал именно ее. Они надели все самое лучшее, что у них было, и отправились во дворец. Когда сестры ушли, лягушка выпрыгнула из чана и путями неведомыми людям поспешила во дворец. По дороге она свернула в заросли густого бамбука, и там сбросила лягушачью кожу. В тот же миг она обратилась в прекрасную девушку, равную по красоте натами. И вот в об облике красавицы младшая сестра отправилась во дворец. Когда принц, наследник короля, увидел входящую во дворец прекрасную девушку, красивее которой никого вокруг не было, он сразу же полюбил ее и решил назвать своей невестой. Но он сдержал себя, как подобает принцу, и не стал сразу же узнавать, кто она родом и откуда. Он решил, что сделает это позже. Так в первый день с Матрин принц еще не объявил о своем выборе. Всех девушек он принял, как дорогих гостей, угостил вкусными явствами. На этом и кончился первый день церемонии. А лягушка после пира незаметно исчезла и снова лесными тропками, неведомыми людям, пустилась в обратный путь. Она вновь пришла к тем зарослям бамбука, где оставила свою лягушачью кожу, надела ее и опять превратилась в лягушку. Шесть ее сестер еще не успели вернуться, а она уже сидела в своем чане. А у принца на следующий день продолжались смотрины невест со всей страны. Шесть сестер снова собрались идти во дворец попытать счастье. Младшая сестра лягушка снова попросила взять ее с собой, но и на этот раз сестры не позволили ей идти с ними. Как только сестры ушли, лягушка, не мешкая, выпрыгнула из своего чана и лесными тропками, неведомыми людям, поскакала в королевский дворец. Так же, как и в прошлый раз, она оставила свою лягушачью кожу в зарослях бамбука, приняла вид прекрасной нотами и вошла во дворец. Теперь, когда наследник снова увидел эту красавицу, он твердо решил дознаться, кто она. Второй день выбора невест подошел к концу, а королевский сын так и не объявил, которую из девушек он хочет взять себе в жены. Девушки одна за другой стали расходиться. Красавица-лягушка тоже поспешила в обратный путь. Тайными лесными тропками, неведомыми людям, проникла она в заросли бамбука, нашла свою лягушачью кожу, надела ее и вновь стала лягушкой. Когда сестры вернулись домой, лягушка уже сидела в своем чане. Она думала, что никто не видел, как она пробиралась неведомыми тропками через лес. Но это было не так. Один человек видел все, что она делала, от начала и до конца. И этим человеком был сам принц, королевский наследник. Он тайно следовал за красавицей с того самого времени, как она покинула дворец. И видел все, даже то, как она прыгнула в свой чан. Теперь он разузнал все и понял, что красавица-то лягушка. Через неделю к дому, где жили старик со старухой и семи дочерей, прибыли королевские советники и министры. А позади слуги несли королевский паланкин. Сердца шести дочерей забились, которую же из них выбрал наследник. Но советники не обратили внимания ни на одну из дочерей. Они взяли чан с лягушкой, поместили его в паланкин и отбыли. Все люди в стране удивлялись и смеялись, когда узнали, что на смотринах невест принц не выбрал ни одну из девушек, а взял во дворец обыкновенную лягушку, младшую из семи сестер. Когда на смешке над наследником дошли до ушей короля, ему стало стыдно за своего сына. Он лишил принца звания наследника и изгнал его из дворца. Принц, как велел королевский указ, покинул дворец и поселился в окрестностях города, где жил тихо и уединенно. Лягушка же с тех пор, как ее избрал королевский сын, еще ни разу не показывалась в человеческом облике. Но каждую ночь, когда принц спал, во сне к нему приходила красавица, прекрасная, как на тами. Так у принца и лягушки было две жизни. В одной они были существами разных миров, но в другой они счастливые любили друг друга. Но вот принцу стало невмоготу переносить, что только в мире снов он видит свою возлюбленную. А утром, когда просыпается, они снова чужие друг другу. И он стал раздумывать, как бы ему поступить, чтобы красавица всегда была самой собою. Однажды принц лишь притворился, что уснул, сам же стал подстерегать, когда к нему явится красавица. После полуночи принц увидел красавицу. Видел он и то, как перед тем из чана выпрыгнула лягушка, сбросила с себя лягушачью кожу и превратилась в прекрасную девушку. В тот самый миг, когда он увидел все это, принц скачал со своей постели, схватил лягушачью кожу и бросил ее в огонь. Теперь красавице нечего было надеть, чтобы снова стать лягушкой. С тех пор принц стал счастливейшим человеком. Он всегда видел свою возлюбленную в облике красавицы и не знал больше никаких тревог. Весь об этом удивительном событии дошла и до короля. Король был счастлив, отныне он снова мог назвать своего сына наследником. Нет таких слов, чтобы описать, как прекрасна была принцесса. До сих пор моны самую красивую девушку называют младшенькая. Этим хотят сказать, что девушка прекрасна, как младшая из семи сестер, принцесса-лягушка. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии и жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok